19 лет назад на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске состоялось одно из первых выступлений Николая Баскова. Теперь же уже в статусе императора российской эстрады он представил там шоу «Игра». Корреспондент Дни Ру наблюдал за концертом в числе нескольких тысяч зрителей летнего амфитеатра. Алла Пугачева, к ближнему кругу, который часто причисляют Николая Баскова, в недавнем интервью Олегу Меньшикову заявила, есть два типа артистов. Те, которые несут себя, чтобы показать себя великолепным, красиво одетым, с прекрасными голосами, чтобы их любили. А есть другая категория артистов, которые идут на сцену, чтобы любить людей, которые делают тебя счастливой. И считают за честь просто выйти и выступить перед ними. Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой Николай Басков относится очевидно к первой. Он любит себя в искусстве и искусство в себе, ему нравится быть обожаемым, блистательным, великолепным. И шоу «Игра» лучший тому пример. Я заработал много денег и сделал программу, о которой всегда мечтал, рассказал артист. Для меня это был определенный этап в жизни с художественной и эстетической точки зрения. Получилась высокобюджетная постановка, которую я уже показал более 50 раз в разных городах и страна. Постановка даже в урезанной гастрольной версии поражает размахом. Такого уровня шоу в нашей стране делали только они Тацой, а не Ларк да Филипп Киркоров. Басков, как известно, находится в вечном, хотя и шуточном соперничестве с российским поп-королем, поэтому и нарек себя императором. Ясно, что ему надо было любой ценой перещеголять Филиппа с его высокобюджетным шоу «Я» и, надо сказать, Баскову удалось побить Киркорова, даже костюмами, которые императору шел сам Валентин Юдашкин. На один из них ушло 80 тысяч стразов, чем Басков, конечно, похвастался Киркоров с его торчащими из всех щелей перьями. Что называется «Курит в углу» Николай представил драматургически выстроенный спектакль, в котором соединил разные эпохи и стили, здесь и гладиаторы, и эпоха диско, и китайская опера, и цирк, и комедия Дель Арти. Древнеримская колесница, китайский дракон, ворочные парики сменили друг друга, пока Басков летал над сценой на качелях или появились при помощи лифта из-под нее. Артист в почти трехчасовом концерте показал все, на что способен в вокальном плане, звучала и Ария, Мистер Аикс из опереты «Принцесса цирка», и Ария Калафа из оперы «Турнадот» и шуточный хит «Николай ла-ла-ли-ла-лай» и «Шарманка», ставшая давно визитной карточкой Николая. Композицию «Памяти Каруза», с которой когда-то и началась карьера Баскова, он посвятил Луча на повороте, считая его своим учителем. Причем спели они ее, дуэтом «Голос великого тена» развучал в записи. А песня «Вишневая любовь» — это приветствие родителям, которые приехал в Витебск на концерт сына. Их фотографии мелькали на заднике сцены, и это было очень трогательно, можно спорить о качестве отдельных песен Баскова, где, например, есть такие строчки «Я построю дом без дверей», «Сердцем согрив» или «Твои руки ночи в жадни», «Лето в ладонях». Можно думать, что всего его песни — это бесконечно звучащий мотив из песни «Все цветы». Но это частности важнее, что Николай показал себя как большой артист, способный думать и иронизировать над собой, быть умным и дурашливым, не боящимся экспериментов и смелых фантазий. Та же Пугачева, посмотрев шоу «Игра» в Москве сказала, это певец, на которого смотришь и улыбаешься, он валяя дурака, смешит. И мудрая певица, как всегда, была права. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзени. Продолжение следует...